Доброе утро, ребята! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Давайте последний раз на этой пятидневке погрузимся на финансовые рынки и посмотрим за тем, что же интересного происходит сейчас и на что обязательно нужно обратить внимание. С чего традиционно начинаем? С российской валюты и с нефти. Давайте не будем изменять наши традиции. Откройте графики Brent, посмотрите, как торгуется актив. В принципе, снова мы ушли ниже 65 за баррель. Есть ли фундаментальные основания? На самом деле их очень много. Снова повторю вам ключевую идею, которую мы обозначили уже практически месяцев 7-8 назад. Если вернемся к 2014 году, эта идея стала основополагающей для коррекции Brent с 100 долларов за баррель до 50. Это идея рассинхронизации спроса и предложения, избыточного предложения и недостаточного спроса на рынки энергоресурсов. Вчера Китай сообщил о том, что они по причине финансово-экономических проблем, актуальных, напомню, что Народный банк Китая уже трижды снижал процентную ставку, запускал дополнительные меры экономического стимулирования, они пока не находят должного отражения в улучшении в целом картины и динамики. Китай сообщил о том, что на фоне актуальных проблем они вынуждены снизить прогноз по темпам экономического роста с 7,1 до 7. Но я думаю, что к концу 2015 года мы сможем увидеть даже, к сожалению или к счастью, не знаю, все зависит от того, как кто-то торгует по сырьевым товарам и по соответствующим валютным активам. Но показатели могут быть еще хуже. После того, как Китай обновил свой прогноз, сразу же ему повторил Всемирный банк, который также пересмотрел уже прогнозы по темпам экономического роста мировой экономики. Если буквально несколько месяцев назад еще были такие нотки оптимизма, в частности Всемирный банк предполагал, что мировая экономика сможет превысить темпы по росту свыше 3%, сейчас этого оптимизма все меньше и меньше, поскольку актуальные показатели указывают на то, что темпы экономического расширения мировой экономики будут находиться в районе, в лучшем случае, 2,8%. И плюс ко всему еще вчерашняя статистика от Международного энергетического агентства, которые снова констатируют рекордные объемы добычи нефти среди стран нефтяного картеля ОПЕК. 30 миллионов баррелей это квота, на самом деле сейчас уже фактические показатели, мы в принципе о них уже говорили, выше даже 31 миллиона баррелей. Поэтому с одной стороны, ребят, после слабой статистики, слабых прогнозов по Китаю, слабых прогнозов по мировой экономике, ну о каком восстановлении спроса вообще можно говорить тогда, когда экономика, к сожалению, пока так планомерно поступательно затухает. И с другой стороны, у нас по-прежнему растут объемы добычи, если еще и США по запасам снова вернется к тенденции увеличения емкости в Кушинге, я думаю, что это вполне может произойти уже и на следующей неделе, почему бы нет, почему бы не сломать эту тенденцию легкого сокращения. Даже несмотря на то, что мы наблюдаем в последней неделе, фактически объемы добычи нефти США и та емкость, которая имеется в главном штате хранилища энергоисурсов, она все равно находится на максимумах за многие десятки лет. Поэтому в целом, ребят, какосрочно делать, конечно же, прогнозы по нефти довольно-таки тяжело. Поэтому мы все-таки руководствуемся позиционной картиной на фоне как раз актуальных фундаментальных новостей. Я думаю, что будет неправильно спорить с теми предпосылками, которые сейчас закладываются в возможность коррекции главного энергоресурса. Если вы откроете бренд на дневках и сможете увидеть вот этот нисходящий канал, там легко построить технические уровни поддержки и сопротивления, они идут по диагонали. Можно увидеть то, что сейчас как раз начался отбой цен от локальных максимумов и полномерное движение к тем целям, которые поставили мы некоторое время назад. Эта цель 60 долларов за баррель. Конечно же, трудно сейчас сказать, когда нефть доберется до этой отметки. Но в целом, учитывая фундаментальный фон, есть импульс коррекционного движения и пока на него и делаем ставку. Что касается рубля, поскольку вчера нефть на фоне таких сообщений, такого макроэкономического фона, была вынуждена снова сдать позиции. Российская валюта также прекрасно понимает, что теперь поддержки со стороны нефти пока сохраняется, коррекционный тренд ждать не приходится. Здесь еще и Центральный банк, который вчера дал статистику по объемам покупки активов за вторник. И если в пятницу вообще не покупал валюты, в понедельник мы знаем, что из диапазона 100-200 миллионов было куплено валюты на 150 миллионов долларов, то во вторник уже они снова достигли своей максимальной планки в 200 миллионов долларов. Центральный банк с рынка не уходит, Центральный банк продолжает покупать валюту для наполнения золота валютных резервов. Цели амбициозные, вы знаете, что планируется разогнать ЗВР до 500 миллиардов, до полтриллиона долларов. Но поскольку сейчас на фоне экономических рисков они также полномерно еще и сокращаются, мы обозначили, что эта программа, этот механизм интервентного воздействия может идти и длиться даже больше 3-4 лет. Может быть даже и через 4 года мы не увидим показатели емкости ЗВР в 500 миллиардов в России, особенно если и нефть будет продолжать снижение. Так, для справки, такая легкая ремарочка, поскольку нефть просела с локального максимума в 2014 году, ну по сути, со 100 долларов до 60 долларов, бюджет России не досчитался порядка 170, даже может быть 200 миллиардов долларов. Поэтому вот вам статистика, вот вам очевидные потери для бюджета и, в принципе, один из ключевых основополагающих факторов, который является причиной тех негативных тенденций, характерных для российской экономики сейчас. Другой момент по российской валюте. Напряженность на юго-востоке Украины. Пока вопрос открыт, мы знаем, что эта эскалация напряженности, боестолкновения, учащения уже стала причиной агрессивного воздействия, пусть пока и посредством словесной риторики, но все-таки негативного толка на российский рынок. Сейчас трейдеры, конечно же, не хочется увидеть новых финансово-экономических санкций, не хочется увидеть прогнозов о том, что эти санкции могут продлиться там еще на несколько лет, затянуться. Но пока, опять же, учитывая, как Запад активно реагирует на любое проявление негатива и конфронтации на юго-востоке Украины, все к этому и идет. Риски сохраняются, и эти риски характерны и для российского рынка, и для российской валюты. И еще Центральный банк. Вы знаете, что мы ждем решения по процентной ставке, когда, кстати, состоится заседание? Что случилось? В понедельник. По сути, сегодняшняя, последняя торговая сессия, в понедельник после обеда мы получаем уже свидетельство о том, на каком уровне будет процентная ставка. Хочу сразу подготовить вас к тому, что на фоне недельного показателя по инфляции можно говорить о том, что инфляция практически не выросла. Ну, может быть, даже на нулевом уровне. Если инфляция не растет, значит, у Центрального банка есть дополнительное подспорье для того, чтобы действовать в более таком широком диапазоне и все-таки сообщить о новых экономических стимулах через снижение процентной ставки. 2-2,5% крутовато, но мы ориентируемся на один. Я думаю, что с 90% вероятностью в понедельник мы услышим о том, что новая ставка рефинансирования с учетом 1% коррекции 11,5%. И это потенциально еще один негативный фактор. Если посмотреть на то, как рубль реагировал на последнее решение по снижению ставки, то это было локальное ослабление, которое, правда, потом выкупалось. Но все-таки сейчас мы видим, что есть и дополнительные факторы, бьющие по позициям рубля. Наша цель по паре USDRAP – закрепление выше 55% и движение в район 58%. С учетом наших ожиданий по нефти и констатации реальной слабости российской экономики, цель вполне реализуема. Евро-доллар, откройте графики, посмотрите. Актуальные котировки примерно 1,1250, но можете меня поправить, если я не прав. 1,1230. Евро-доллар, вчерашняя торговая сессия разгрузочная. Евро снова потерял несколько десятков пунктов против американского конкурента. И здесь уже снова обращаем максимум внимания на греческий вопрос. Много новостей, поэтому слушайте. Вчера, как вы знаете, состоялась встреча между руководством Греции, Международным валютным фондом и, соответственно, представителями Еврогруппы. Обсуждали возможности разблокирования очередного транша финансовых ресурсов и вообще поддержки греческой экономики необходимы для того, чтобы они избежали технический дефолт и вот этот самый негативный сценарий, касающийся выхода из состава валютного блока. Результаты ни к чему не привели, хотя нет, привели к очередному тупику. И последнее сообщение, которое я прочитал уже ближе к позднему вечеру, это комментарии Кристин Лагард, председателя Международного валютного фонда, которая сообщила о том, что покидает Брюссель, потому что разговаривать с греками практически невозможно. Они не идут ни на какие компромиссные условия, они не хотят принимать те предложения, которые идут со стороны тройки креторов и взамен этого они не предлагают своих, которые устроили бы их. Поэтому разговоры тупиковые, прогресса нет. Кристин Лагард покинула Брюссель, сообщив о том, что между сторонами по-прежнему серьезные разногласия. И тот позитив, который закладывался в возможность нахождения компромисса между Грецией и Тройкой две недели назад, от него сейчас уже ничего не осталось. Ситуация усугубилась еще решением рейтингового агентства СНП, которое снизило суверенный рейтинг Греции с уровня 3С до просто 3С. Причина СНП отмечает, что в ближайшие 12 месяцев стоит ожидать технический дефолт в рамках греческой экономики. Очень много они уделили внимания факту того, что 5 июня, то есть прошлую пятницу, Греция не исполнила своего обязательства перед МВФ, не перечислила 300 миллионов евро. Почему? Потому что приоритетом обозначили исполнение выплаты пенсии, внутренние государственные расходы, а не оплаты своих долгов. Все платежи собраны в единый, и он сейчас отстранен на конец этого месяца. Но опять же, учитывая те проблемы, которые характерны для банковского сектора, в частности СНП, отмечает, что на текущий момент, как бы ни старался греческий банковский сектор, к сожалению, не удастся саккумулировать необходимое количество ликвидности, и в случае отсутствия соглашения стройки коридоров, здесь выход один. Негативный сценарий, о котором мы с вами говорили. Еще хочу привести к вам комментарии президента Бундесбанка, который также отметил, что переговоры затягиваются, прогресса нет, и вероятность его достижения падает буквально с каждым днем. Также были комментарии с его стороны относительно состояния греческой банковской системы. Здесь, правда, даже немного более негативный сценарий, поскольку он отметил, что греческие банки могут уже не исполнить свои требования по залоговым обязательствам уже до конца этого месяца. И технический дефолт теоретически возможен даже еще до срока платежа по этому совокупному долговому обязательству, которое сейчас составляет 1,6 миллиарда евро. Поэтому, в целом, получается, у нас достаточно серьезные проблемы в Греции. У нас отсутствие оснований, пока что оснований для какого-либо прогресса, поскольку много этапов переговоров уже было. Мы прекрасно понимаем, что разногласия очевидны. А тройка хочет, чтобы Греция реформировала пенсионную систему и налоговое законодательство. Подают эти требования под, скажем, в разной степени завуалированности. Греция вычленяет то, что она не может сделать, отмечает то, что это невозможно, нереализуемо, и отправляет этот пакет предложений обратно тройке. Со своей стороны, напомню, что Греция в начале этой недели сделала собственное предложение, но оно полностью также не устроило тройку кредиторов. Поэтому, ребята, Греция у нас тема номер один остается уже таковой многие недели. Сейчас мы медленно, но верно приближаемся к этому моменту X, потому что 300 миллионов МВФ закрыло глаза на этот платеж. Но 1,6 – это уже крутовато, это уже серьезный прецедент того, что страна не исполняет своих долговых обязательств. И здесь в случае отсутствия соглашения выход только один, и вы о нем прекрасно знаете. Поэтому евро-доллар до тех пор, пока мы не получим основополагающих прорывных моментов, указывающих на то, что прогресс есть, очень рисковая валютная пара евро-доллар с точки зрения занятия длинных позиций. Поэтому мы делаем ставку на коррекцию. И цели у нас достаточно амбициозные, агрессивные, как минимум 1,10 в случае негативного сценария. Хотя я думаю, что я вам уже неоднократно говорил, если дойдет дело до негативного сценария, какую мы можем увидеть коррекцию? 500 пунктов, может быть, даже больше. Кто-то уже сравнивает по причине отсутствия прецедентов такого рода этот негативный сценарий с очередным черным лебедем. Помните, что случилось с Евросвиси? Это коррекция больше 1 тысячи. То же самое, в принципе, может произойти и сейчас. Потому что никто не знает, каким последствиям вообще может привести технический дефолт и локальный распад валютного блока. Давайте теперь переключимся на пару доллара и японская иена. Здесь днем ранее мы констатировали серьезные проблемы. Для американца пара просела до уровня 122.45. Но вчерашняя торговая сессия полностью восстановительная. Доллар имел возможность фундаментальную статистическую, чтобы реабилитироваться и использовал эту возможность как нельзя лучше. Вчерашняя статистика розничной продажи. 1,2 по факту против прошлого показателя 0,2. Пособие по безработице 279 тысяч. И поскольку показатель снова ниже 300 тысяч, значит у нас уже 14-я неделя подряд классной статистики по рынку труда, которая, в принципе, позволяет предположить, что до конца года уровень по безработице окажется ниже 5%. И, соответственно, эта статистика розничной продажи, которая указывает на потребительский спрос. Потребительский спрос мы сразу же проецируем на промышленное производство. Промышленное производство – это вкладчик темпов экономического расширения. У нас получается много факторов, которые позволяют нам с еще большей уверенностью предполагать, что экономика планомерно подходит к самому важному решению последних 3-4 лет – это решение по повышению процентной ставки. Сейчас, опять же, по фьючерсным контрактам на ставку – это сентябрь 2015 года. Но, как я уже говорил, это заседание, точнее, уже в следующей неделе будет весьма интересным, потому что очень много было ожиданий по коррекции ставки именно на этот месяц. Поэтому в следующей неделе протоколы ставка – безумная волатильность и, может быть, даже, я не исключаю, какие-нибудь дополнительные сюрпризы со стороны ФРС. Доллар пока показывает себя неплохо, и это позволяет нам делать ставку на рост пары USD и иена с возвращением в район 125. И еще один аргумент в пользу того, что стратегически этот актив весьма интересен. Вы знаете то, что институциональные трейдеры больше внимания обращают как раз на состояние долгового рынка, на динамику облигаций, на разницу в доходности американских трежерис, японских активов, поскольку мы анализируем с вами пару долларов японской иены. И за последнее время разница между десятилетками Америки и японскими бумагами составила 200 базисных пунктов. Это максимум за последние, наверное, полтора, может быть, чуть меньше года. То есть очень много. Поэтому, разумеется, исходя из экономических оправданных ожиданий, соображений, трейдеры будут делать ставку на те облигации, которые характеризуются большей доходностью. Значит, это доп. приток средств в активы, которые номинированы в долларах, и дополнительная поддержка уже со стороны долгового рынка для американской валюты. Поэтому USD иена стратегически продолжаем двигаться к нашей цели. Точнее, ждем снова тестирования сопротивления в районе 125. Актуальная котировка. Подскажите, ребят, на каком уровне USD иена? 123.50. То есть 150 пунктов до уровня 125. Собственно, это основные активы. Я думаю, что цели понятны. И на фон тоже. Вопросы есть? Австралийцы. Австралийцы у нас, если посмотрим на сегодняшнюю азиатскую торговую сессию, снижаются. Я думаю, что, опять же, это связано с очевидным ростом американского доллара, хорошей статистикой. И, конечно же, абсолютно неожиданного решения от резервного банка Новой Зеландии вчерашнего по снижению процентной ставки. Я думаю, что резонанс будет для них единым. В плане австралийцев будет повторять динамику сейчас новозеландской валюты. И цель, которую мы с вами ставили по австралийцу уже так же довольно-таки давно. На каком уровне? 0.75 к нему и пока движемся. Хотя новозеландцы явно по коррекции опережали. Сейчас австралийцы. 0.75 актуальная идея. Особенно, если следующие протоколы, протоколы следующей недели, дадут еще один дополнительный импульс для роста доллара. А я думаю, что надеяться на это стоит. Рисковые активы. Прежде всего, австралийцы. Не будем говорить сейчас про фунта. Но австралийцы интересны еще тем, что мы уже неоднократно получаем свидетельство того, что австралийская валюта весьма перекуплена и переоценена. Поэтому, учитывая то, что ее стоимость подрывает конкурентоспособность национальных производителей, я думаю, что монетарные власти также будут в перспективе предпринимать достаточно усилия для того, чтобы ослабить этот актив и вернуть его в район 0.75, может быть, даже ниже. Цель от Morgan Stanley до середины 2016 года 0.70 по паре OutUSD. Но у нас пока поскромнее, конечно, 0.75. Большое спасибо за вопросы. Ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале Амаркет. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok